На основании теории антибиотиков. Он возглавлял исследования по антибиотикам. И замечательные вещи вместе с супругой Бражниковой достиг. Книга, которую он написал в 1941 году, была набрана, но свет не увидел война. Пошли дальше. Было много чего еще сделать, но нет. Это на осознание. Я хочу молекулярным биологам сказать, что в 1948 году еще, я сломал лекции Андрея Николаевича Галазирова, вот он в центре. Это поразительный лектор. Чем еще поразительный лектор? Есть лектор, это есть педагогическое призвание. Вы, наверное, их знаете, они всюду должны быть. Который знает своих студентов, любит их, следит за ними. И вы можете всю жизнь потом к ним обращаться, к учителю, и это бесценно. Так вот, Андрей Николаевич читает нам, студентам, третьего курса, а значит, это 48-2 часть, рассказывая о странном американском биохимике Левене, который определил все четыре буквы его основания, установил связь и самое важное у достижения. А это оказался не американский Левен, а наш российский Федор Левин, который уехал из Браницы, и вся основная химия нуклеиновых числок сделана Левиным выпускником военно-медицинской академии в Петербурге. Андрей Николаевич тогда после этого не знал. Но Левен, это вот в качестве некой трагедии, определяя, не зная хроматографического метода, определяя соотношение концентрации нуклеиновых оснований, пришел к неверному выводу. АТГЦ единица, все равны. И построил поразительную, по остроумию поразительную модель нуклеиновых кислот, из которых следовало, что изнообразия в нуклеиновых кислотах нет. И это нам рассказывает Гавадзеровский еще в 1948 году. Крайне справа мой друг, полностью ровесник, мы с ним почти день в день одинаковы, Игорь Степанович, который ученик Андрея Николаевича и украшал, и украшает своими трудами нашу науку поразительными исследованиями фосфатных производных, гиофосфатных производных от источника свободной энергии он у нас здесь, он наш Пущинский, это наша память. Еще немножко дать. Я к чему вам это рассказываю? Мой хитрый умысел такой, я хочу сказать, какая она великая наука. Какая она у нас великая, и что с ней потом будет. Всегда дальше. Вот слева Александр Александрович Нейфов, а справа Георгия Антонович Гамов, хотя они сделали одинаковую работу, оба они предложили идею кода. Судьбы только отрога нашей, российской. О том, что Нейфов предлагал идею кода, расскажу только я. В 48-м году, после разгрома официальной биологии, мы стали собираться на секретные научные семинары дома. Это очень неприятные, и мы легкомышленные люди. Не надо было бы нам, были бы мы умнее. А Нейфов пришел с войны. Он пришел с войны, очень странно, он такой избалованный мальчик был. Он мне говорил, что он в детстве не мог есть манную кашу, потому что там могли быть пенки, а этот мальчик не мог есть кашу с пенкой. Он был артиллеристом и дошел с пушки до Берлина. Как он это все вынес? Это отдельно. Но он на наших тайных семинарах все время, непрестанно излагал разные идеи. Идея кода была им изложена задолго до Гамова. И мы уговорили его тогда написать статью, не очень понимая ее. Мы ее смутны, мы думали, что это какие-то такие отвлеченные мысли. Он написал. Ему вернули статью из-за редакции журнала с замечательным умозаключением. Биология не имеет отношения к этой сложной математической идее. Через 4 года Гамов в маленькой заметке сообщил очень простую. Вместе с Криком он помогал. Конечно, там была обстановка другая. А ту статью вернули. У меня была задача личная найти ее. Найти рухопись. Где написано, на полях все. Не нашел. Может, все. Она где-нибудь есть. Уничтожить ее нельзя было. Это иллюстрация глубин независимости мысли. Их разделяет в коллегии целые. Гамов учился биологии на самом деле у Тимофея Борисовского в Берлине. Даже не он сам. У него был друг Дельбрюк, ученик от глубины физик-теоретик. Это отдельная моя повесть. Повесть о том, как странная идея развивается. И это все иллюстрация величия теоретической мысли в нашей стране. Гамов от нас пришел с этим глубоким движением мысли. Пошли дальше. Я не успеваю. Ничего не могу сказать. Братья Борисовы это боль. И это замечательный Сергей Иванович. Что бы про него ни думали. Его подвиг, его держание мысли и спасение науки в самых ужасных условиях. Но он умер в 60 лет. У него было 9 инфарктов, о чем никто не знал. Это выяснилось при скрытии селущего лупца. Он умер в том числе потому следующий, пожалуйста, рисунок, что его старший брат погиб. Был арестован. А это величайшая фигура. И Сергей знал цену брату. Когда его вызвали в Кремль в 45-м году и стали пригласил ему стать президентом Академии наук, он спросил, где брат мой. Старин взял телефонную трубку и спросил, Лаврентий, где у нас Николай Иванович? Говорю, Лаврентий. И оттуда ему сказали умер. Ах, какого человека не уберегли, и сказал старик. Трецемер, палача и палача. А Сергей Иванович стал президентом, но тяжесть его была такая, вот эти 9 инфарктов и дуй, кость. Гибель Вавилова это отдельная повесть, по нему много сказано, но то безобразие, которое сейчас снова пошло, сейчас вышла гнусная работа, которая пытается сказать, что слава его стоит только от смерти, а нет. Я не стал на него отвечать, меня пригласили, попросили, не буду я включаться в дискуссию с такой подлостью. Это герой, Николай Иванович, вы делаете следующий шаг, я не буду простратываться, еще дальше. Вот, внизу две строчки. Когда он понял, что миром ничего нельзя сделать, вот он стал эти слова, и эти слова были материализованы. он был приговорил к расстрелу ни за что, а потом ему милость его заменили 25-летним мячением, умер он от голода в Саратской тюрьме в 43-м году. Это одно из самых ужасных преступлений, начатое в 29-м году, заметили, вот тогда начали. Пошли дальше. Я, наверное, сейчас покажу. Это все сотрудники Вавилова, величайшие иные. Вот этот человек делал поразительные генетические опыты по скрещиванию. При докладе о его работе, который был в 32-м году в Соединенных Штатах на Конгрессе, Конгресс встал. Он погиб после ареста Вавилова. Знаете что, я больше не могу вот это все делить. Давайте пропустим молча. Я хочу вам сказать, что мы имели, несмотря на все, поразительный уровень науки. Мы его не вполне уничтожили. Трудно совсем уничтожить. Тогда наука уходит в подполье. Но так жить было невозможно. Нужно было спасать страну. И физики обратились ну и вместе с Александром Николаевичем и Смедяновым. Задумали, сделать независимый, в другом, уже ни одного места на Земле не осталось, где можно было просто заниматься наукой. у нас на Земле, в стране, чтобы было какое-то новое место, где можно было свежим людям или старым людям занятым наукой заниматься истинной наукой. Так был задуман Бущинский научный центр. Найти такое место, а это будет какая значит уже здание должно быть новое. Всюду, всюду, все места заняты сторонниками того, что называется Мечуинское учение. Вот я не пойму, я сейчас вот перелистил. В самом начале, может в самом начале должно быть высказывание Сталина. Попробуйте, прощите нигде. Если вам видно там, видно, да, жирный шрифт внизу. Косенко обращается к Сталину и Сталин сообщает свое компетентное мнение. Вот оно тут написано. Это было основанием для сессии Восмил для гибели и безобразия всей нашей науки. Но так жить нельзя. И тогда, собравшись на разные обсуждения физики и математики, химики и немножко биологов Токси Энгельгард, Сукачев немножко, с осторожностью, они знали, что открытый протест может быть плохо кончится. Обратились, Сталина уже нет, страну возглавляет дикий человек Хрущев, это мое личное, у меня все личные впечатления, невежественны, взбалмошны, генераль неограниченные властью. Они его убеждают, находят должность, подыскивают слова. И он соглашается. И в 1956 году постановление создать новый научный центр не для генетики. Упаси Бог, это сложно. Лысенко заседает вместе с Хрущевым в одном заседании в политборобе с партийным Лысенко. Нет, нет, ввиду опасности атомной войны, ввиду того, что нужна современная физико-химическая наука, физико-химическая биология, вот должен быть центр такой физико-химической, биохимической, биофизической науки, радиационной. Еще один довод Хрущева очень убедил. Нужно науку раз подкранить по всей советской стране. Словно все в одном месте. В Москве, в Венеграде, в Киеве. Всюду должна быть наша наука. Вот такая совершенно дурацкая на самом деле идея, просто так в этой стране. А ему бы просто не сделал в отдельный центр и вот распространил. А дальше полуанекдотические замечательные истории. Академики выбирают место, ему разрешено, где должен быть научный центр. Ну, анекдотически это я это предавал. Они к этому серьезно относились. Я не случайно начал с татаро-монгольдского игры. Они ищут пустое место на земле. Они ищут где никто им не помешает делать что они хотят. Много вариантов в нашей фольклоре много вариантов пока они перебирают. Пропускаю себя подавляю себе желание вам это рассказывать анекдотическую часть. Ну, вот выясняю, что и военные ищут. Военные для военного центра тоже хотят. И тоже такое же место никто не мешал. Мне это рассказывает полковник полетает. На земле уже тоже нет. И они на вертолете облетают в Подмосковье в поисках мест недоселенного. Такие наивные недели недели недели. В военном открылось очень хорошее это место. И они почти-почти устроили бы здесь закрытые военные городовки. А потом сообразили. А он очень ушел очень открыт. Прямо небо над ним все очень видно. И тогда поделились с Академией наук и те на вертолете объехали тоже какое хорошее место. Они не заметили сверху и не могли заметить что 250 лет минимум поля эти распаханы. Что внизу. Дело в том что я начал с чего местные поселки прятались от набегов. Они в Балкан с краю ничего на поверхности не было. У нас село Балково Пучино внизу. В основном деревни спрятаны. обрадованные найденным местом они вдруг узнают от начальства уже такого административного что тут замечательный колхоз заря коммуны. И что колхозники говорят нет мы здесь жили и здесь умрем. Здесь у нас много поколений это были колхозники я их застал крестьяне у которых странный опыт была память многих поколений. Кто сейчас знает своего прадеда а тут еще и еще какая-нибудь бабуся рассказывает а вот Лукерия это была в 16 веке легенды не сказали они мы землю не отдадим. А имели право потому что в уставе согласие собрания не буду рассказать лету анекдотическую часть только их обманули так потом оказалось что они оказывается землю отдают и лишенные лишних чувств академики радостно начали строительство я специально это потому что они не понимали по каким слезам они идут создав самое большое в академии наук строительно-монтажное управление СМУ-7 великое учреждение я устал лучшее место на земле в этом лучшем месте на земле разрисованы все возможности и какая идея идея совершенно утопическая построить новый современный город новые институты все новое вокруг институтов чтобы были конструкторские бюро то приходит мысль в голову вы сами не тратите на этот сил говорите инженерам они все вам делают на завтра или там через неделю у вас самые лучшие приборы на столе а вы только мыслью занимаетесь ну а тогда значит сначала в центре математики потом физико-теоретики и так далее послойная утопическая картина первого плана научного центра а потом по плану наступит счастливый день когда в готовые институты приедут молодые веселые научные сотрудники с семьями войдут в свои лаборатории и начнут делать открытия почти синхронно с идеей научного центра была идея радиоастрономической станции нужно было где-то чтобы не мешали автомобили разряды в них радиотелескопы боятся этих шумов и вот радиоастрономические станции фиаза здесь у нас рядом их восстановление не учло этого и наш научный центр как раз был с любым мешать но синхронность независимая возникла удивительная ситуация строится на ровном месте на полях которые еще удивительные вещи биологи знают что такое сукцессии если вы перестанете возделывать почву то слой за слоем поколение за поколением меняться растительность мы застали здесь заброшенные поля заросшие васильками сплошь и попавками красоты необычайные только означало падение средств ухозяйства в этих местах а изгнанные со своих земель крестьяне доживали свой век здесь при нас да еще было изгон ужасное постановление от хрущева запрещать колхозникам переходить в промышленность иначе подорвется хозяйство эти наши люди здесь не могли у нас тут работать нарушали потом но они жили огороды и вот сложилась замечательная ситуация договорился но еще могу или почти уже не могу а я еще только начну неважно я это сверну сейчас ситуация удивительная закладываются дома сколько угодно жилья создаются институты а ехать сюда никто не хочет потому что потому что к этому времени произошло поразительное событие событие дело в том что в 59-60-м году хрущеву доложили что его обманули его обманули он хотел по всей земле чтобы а они прямо под Москвой делали центр он очень возмутился и ругался уже совсем близко от Москвы но подальше и здесь строительство было остановлено генераль скритая это высочайшая монархическая власть все прекратили и все что было а было не так много но все это уже дома были все прекратилось наш счет те деньги которые нужны были чтобы здесь был передан академику лаврентию академик лаврентий великий математик и великий человек сказал хрущеву какие они а я сделаю научить это в сибири во сибири это хорошо и далеко и так за наш счет был построен сибирский научный центр слово за наш счет я говорю точно формально причем лаврентий совсем был хитрый у него строили вареный они там нет они построили и уходили у него возник чистый сибирский научный центр а так как инициатором был Несмеянов а он был очень уважаем Хрущева и по многим там это отдельная история все равно не уложить мой краткий рассказ Несмеянову построили на улице Вавилова заметь, только имею ввиду Сергей Вавилова замечательный институт точные копии этого здания то есть мы копии, они одинаковые там был построен институт элементов органических соединений энерус вот здесь все остановилось вместо Несмеянова президентом академии наук стал уникальный герой нашей страны Мстислав Силович Келдыш математик за необычайные способности соединять глубокую математику самую абстрактную математику с совершенно прикладными работами вы без меня должны это узнать и знать но у него среди прочих был такой странный стиль он железный человек управлял всеми в том числе закрытыми областями военными, космическими и прочими и его институт в прикладной математике был центром мысли и он узнает что здесь под Москвой он становится президентом назначается практически президентом и узнает что вложены большие деньги освобождена земля и ничего дальше Келдышев сказал нет это быть не может город нужно построить вот этот вот переломный момент чрезвычайный Вячеслав Силович только один мог сделать такой шаг но особенно потому что довольно скоро а именно я знаю дату 14 октября 1964 года хрущев был смещен первый раз в нашей истории мирно без расстрелов спокойно стал брежным и Келдыш стал полногласным хозяином всей трубы он он вызывал к себе инициаторов кто придумал этот научный центр они все уже имели свои институты называть я их сейчас не могу и некогда очень интересно и только один человек не изменил этому замыслу Глеб Михайлович Франк Глеб Михайлович Франк это главный человек в нашей истории во изговоре с Келдышем он сказал что конечно он будет этим дальше заниматься он остался один из прежней компании положение у него было ужасным его сотрудники в новом здании построенного в Москве не хотели ехать неизвестно куда они здесь никогда не будут у них никаких чувств не вызывало и они на учебном совете приняли резолюцию что они не поедут не хотят более того они упрекали Глеб Михайловича в разных несовершенных ингреках у него стал плохо с сердцем он не знал как говорить с сотрудниками теперь два слова про себя кто бы мне сказал изначально сколько у меня секунд я не знаю сколько я думаю до 12 до 12 я могу да у меня ну да могу а всего будет толщина все остальное да ничего себе ну ладно про себя я вам должен сказать в июле в июле 1941 в деревне сенькина был наш первого года самолеты все быстро кончается но сенькин брод деревне сенькин и все вот эти места это мои родимые места я самое главное место на земле и в обмене так вот устройство поэтому как только мы наша семья пятидесятые пятидесятые годы узнали пропущен мы мы здесь душой а тут становится ясно что строится научный центр где научных сотрудников пока нет и может быть и не будет при том настроении потому что уже в шестьдесят четвертом году можно и в шестьдесят третьем посадки уже по слабому давлению можно заниматься любой наукой уже институт мы замаскировано названы института радиационной физико-химической биологии получил правильное название института молекулярной биологии уже во всех городах может заниматься наука возрождается а тут зачем-то научный центр на помощь Франку пришло два факультета московского университета биологический и физический на биологической институте был мой близкий друг Борис Николаевич Веповец Борис Николаевич как и я хотя мы мало с ним обсуждали сначала абсолютно в энтузиазме от идеи что здесь можно развернуть науку у него очень сложное научное направление он с одной стороны физиолог а с другой стороны он великий унитолог в таком качестве наверное его знаете а я представляю здесь физический факультет кафедр недавно относительно сложные биофизики и студенты этой кафедры готовы немедленно хоть сразу поехать в новом научном центре я пошел к Франку а с той стороны я пришел для принцев и Блег Михайлович ожил правда ожил он в Симбаре его дорого досталось дело в том что после разговора с Келдышевом это здание первое здание было заложено есть фотографии закладки этого котлова вот это вот под этим углом вот под этим углом в котловане стоит в шубе земли франк с фартуком держит как неумело порцию цемента и должен заложить первый камень это было очень мило но напряжение такое большое было что на обратном пути в Москву его сразил инфаркт и думали что не довезут ему потом досталось еще три тяжелейших инфаркта отстаивая строительство нашего центра поэтому уникальная ситуация могила франка и вернее памятник ему на территории вот здесь вот около этого дома такого больше нет на земле есть два города научных у которых есть улицы франка у нас улицы одна из главных улиц Глеба франка а в Дубне улица Ильи франка Нобелевского лариата это бы тоже мог бы Нобелевский больше бы не тратил силы на строительство и занимался чистыми науками вот этому семейству это Гребу Михайловичу в том виде в каком я специально подобрал где совсем невеселый и бодрый а крайне напределен следующее вот два свина Михаила Людмиловича два великих академика в честь которых надо на улице пошли дальше дальше не могу я не буду вам дальше эту лекцию рассказывать в таком виде потому что я должен кончать ее почти только чуть расскажу вам больше не в связи с но нужно было и очень было важно создать первые чисто научные лаборатории было две и и и и